Я очень долго, на протяжении 7 лет, работал над книгой о театре на Таганке. Вот и есть результат. Книга называется «Неубитый театр». Первая часть была написана в 2015 году, прошло 7 лет. Я закончил вторую часть, переработал немножко первую часть. И вот в результате сегодня, в день моего рождения, сегодня 16 декабря, естественно, у меня настроение чудесное, потому что эта книга забрала много энергии, силы. И, судя по отзывам и по критическим статьям, она нравится. Я её писал от чистого сердца, честно, опираясь на опыт работы непосредственно в театре Таганки и непосредственно в театре Содружества актёров Таганки. И всё, что выстрадал, что любил, что прожил в этом театре, то и в этой книге я и отразил. И получилась, в общем, история в 50 лет расстояния. Вот какой повод, по которому мы с вами сегодня здесь встретились. Я очень рад вас видеть. И вообще люблю студию «Тонус», люблю Сергеев Посад, дружу многие годы с Сергеем Евгеньевичем Боковым, и надеюсь, что эта дружба будет продолжаться и в дальнейшем. Книга выходит тиражом 1200, но сперва часть её будет, потом будет допечатываться. Издательство «Серебряные дити» генеральный директор Сиренко Игорь Николаевич очень мне помог, отнёсся чрезвычайно. Когда он мне позвонил и сказал, что книги быть, книга – это даже сказал, что она уникальна, и что мы всё сделаем, чтобы она была напечатана. Я очень благодарен Игорю Николаевичу. Благодарен автору предисловия Георгию Нестеровичу Добушу, кандидату философских наук, писателю, который написал книгу о русском драматическом театре. Благодарен и академику Осипу, который послесловие написал. Благодарен Светлане Волошиной Андреичук, литератору, которая тоже написала послесловие. Словом, меня окружали люди, издававшие и готовившие книгу. Замечательно. Расскажите, пожалуйста, каких творческих людей мы встретим на страницах вашей книги? На страницах книги «Неубитый театр» вы встретите Юрия Петровича Любимова, Владимира Семеновича Высоцкого, Золотухина, Филатова, Шацкую, Славину и очень многих других. Радунскую, Юрия Смирнова, Михаила Лебедева, безусловно, Владимира Завикторина, который многие годы играл в моем спектакле «Исповедь хулигана». Словом, я не обошел вниманием тех, с кем был близок, с кем дружил, и кто меня радовал на протяжении всех этих лет. Я однолюб, потому что меня по жизни, по разным ипостасям толкало, но в целом такую духовную связь, вот эта земля, которая делает тебя личностью, для меня всегда была таганская земля и ее сцена. Поэтому все, кто меня окружал, я очень хорошо знал и знаю, и уважительно относился. И оборачиваясь сейчас на годы, проведенные в театре, мне не кажется, что у меня много врагов. Совсем? Нет. Я не могу сказать. Может быть, кому-то я и насолил. Но в целом для меня это блестящий коллектив, великий, сильный, и память о нем не будет убита. Вот почему я и назвал свои записки «Неубитый театр». Это, как бы выразится, интеллектуальное воссоздание театра в прозе, в драматургии литературной, в столкновении героев. И у меня складывается впечатление, что мне удалось вдохнуть в книгу непосредственную жизнь тех лет, когда я был там и когда творил Юрий Петрович Любимовь. Расскажите, пожалуйста, когда в одном человеке уживается и литератор, и актер, они друг другу мешают внутри или помогают? И в чем особенность такой творчества? Дело в том, что писательская работа – это в какой-то мере актерская работа. Александр Юрьевич Сегинь, очень хороший прозаик, написал предисловие к очень важному моему роману, который вышел в нашем современнике, называется «Рокировка», даже получил премию за лучшую книгу года. Он в предисловии, которое назвал «Товарищ Верь», и начинает с этого, что актерская ипостась часто помогает писать. А давайте оглянемся. Мольер, я далек от сравнений, но для того, чтобы точнее выразить эту мысль, Мольер был актером и писатель. Шекспир – это актер. Булгаков играл на сцене. Поэтому я думаю, что это помогает друг другу. Лучше видеть предмет изучения, добавление страсти в слово через актерскую природу тоже способствует в работе. Так что об руку идут эти две профессии. Воспоминания в вашей книге, как вы сами оцениваете, они идут все-таки в мажоре или в миноре? Понятно, что в жизни все переплетается, горе и радость рядом, но все-таки что пересидывает? Вы сами ответили. Это все переплетается. Но по природе моей я оптимист.